Крутые катки про игроков, это конечно здорово, но давайте будем честны, вот лично ты достоин большего, играя в любимую доту. Очевидно, что играть на таком персонаже намного приятнее, чем на таком. И в достижении идеального внешнего вида для твоей сигнатурки я советую Эпик Вуд. Только тут можно закинуть пару сотен и залутать, например, Арканус кейса за 50 рублей. Только тут есть выбор из трёх в каждом кейсе. Это фактически абуз, который почему-то не фиксят. Ну и конечно же, только тут топовые апгрейды с нереальным процентом окупа. Но с промокодом, который ты видишь на экране, залутать Аркану ещё проще. Так что ссылочку на сайт специально для тебя оставлю в закреплённом комментарии. Действуй! Привет, друг, ты на канале Смотри, учись, твой Миша Егор. И сегодня мы будем смотреть за Топсоном. Топс у нас на канале достаточно часто. Обожаем этого игрока, тем более, что сегодня. Посмотрим за гирокоптером. За гирокоптером с дифузами, сразу же даю спойлер. Именно на таком гире он играл последний матч, после которого стал двукратным чемпионом МНТ. Очень круто исполняет этого героя. И на его примере научимся играть на медовом, что удивительный гиро. 29 за патчей и всем приятного просмотра. Да, всем привет, самое интересное, наверное, в этой игре вообще, это состав. То, что вот ты, например, играешь на Марсе в этой игре, а против тебя, вот, получается, такой составчик, собственно, Олджи Ана, Олджи Топсон и Олджи Сеп. Вот просто представьте лицо вот этого парня, у которого никнейм Клоп на Марсе, когда он в такую игру попался, и его просто играть против вот этих вот Дима Нюк, это же вообще просто жесть какая-то. И причем, реально, Топсон, ведь еще играет на вот этом гирокоптере, на котором он выиграл инт. Очень крутая там была игра, он взял диффуз аганин, Миша уже заспойлерил, так что я тоже не буду стесняться, здесь будет точно такой же билд. Ну, собственно, из-за чего мы это и смотрим, интересно, мне кажется, будет игра. Такая немножечко фановая будет игра, потому что это, ну, само собой, не очень... Немного опасный билд, так скажем. Очень легко можно закинуть игру, так что не советую это в паблике, повторять, но только если вы не Топсон. Если Топсон, конечно, то вы можете таким заниматься. Ну и если уверенности хватает, то дерзайте. Так вот, на самом деле, диффуз здесь очень круто смотрится, как по мне. В той игре он диффуз брал против Бристал Бака, это офигенно смотрится выжигать ему ману, просто плюс это герой-милишник. С аганимом тебе еще легче выжигать эту самую ману, а тут как раз-таки против него три милишника, которые зависят от маны. Плюс там еще и медуза, просто вишенка на торте, медуза, думаю, тут даже говорить ничего не надо, что, ну, ты, конечно же, хочешь выжигать ману, соответственно, этот диффуз очень сильно тебе поможет. Так вот, по итогу, что мы имеем? Три милишника, зависятся от маны, против которой диффуз хорошо смотрится, и, собственно, медуза. То есть, мне кажется, что это выглядит здесь очень даже хорошо, так что я бы с удовольствием глянул. Не считаю, что это как-то хреново, я вот наоборот думаю, что это очень прикольно. Сейчас, тем более, диффуза, на самом деле, даже зачастились на ринжевиках, опять же, вот против таких героев подходящих. Сейчас заметил, на медузе часто начали диффуз покупать. Тот же куман, против которого он играет, возможно, кстати, от кумана и посмотрим на диффуз тоже в этой игре. Я видел, как он в нескольких играх диффуз собирал на медузе. Еще на каких-то рейнжах это сейчас начали делать, на каких раньше не делали. Сейчас точно не вспомню. Но вот первая в голову пришла медуза почему-то. На дровке иногда очень хочется диффуза попробовать, но все-таки как-то странно, что диффузов не позволяет на траксе с ними играть. На снайпере неоднократно видели снайперы, это прямой контрпик медузы, и, наверное, это единственная причина этого героя в патче пикнуть. Это, кстати, просто интересно. Да, вот хочу добавить. Тобсон недавно играл на медовом снайпере с диффузом. И, видимо, у него был в команде парень на земле. Он, видимо, когда увидел этот диффуз, расхотел играть, и он просто пошел в мид и толкал Тобсона на противника. Вот, а там еще и Тобсон против Лиш Рока стоял. После этого этот парень на земле Лиш Рока просто толкал на Тобсона. А он на снайперке, там, очень быстро, он под ультимейтом, под диаболиками умирал. То есть там реально парень руинил и писал Тобсону в чат, что... Ну, ладно, я не буду в точности говорить, что он писал, потому что там, ну, очевидное, оскорбление. Вот, однако Тобсон не сдался. Он доиграл эту игру на снайпере с диффузами. Еще и выиграть умудрился у него. Там был счет 3-6. Даже хуже, по-моему, я не помню. Но он там очень сильно нафидел, потому что просто ему тиммейт руинил. Так что он даже вот реально двукратный победителем, так, казалось бы. У него огромный рейтинг постоянно фанится, постоянно крутые результаты показывает. Однако все равно находятся вот такие вот люди, которые могут ему вот так вот игру портить на таком большом рейтинге. Как-то обзываться еще. Вот я, конечно, в шоке был, когда это увидел. Вот, возможно, мы бы даже посмотрели этого снайпера, потому что, реально, снайпер с диффузом звучит дико. Ну, вот, сами понимаете, такое смотреть неприятно, поэтому смотрим гирокоптером. Тем более, Гирич, в принципе, сейчас такой герой достаточно металлый. Сейчас такая новая эра Керри. То есть это Луна, это Гирич, это Медуза. Эти вот герои начали мелькать в связи с новым патчем. Вот, соответственно, надо бы поглядеть. По-моему, ни разу не смотрели в новом патчем гирокоптера. Да и вообще Гирич редкий гость у нас. Капельку, обратив внимание, игнорит против Тини. Уверен, что не ошибется. Вар тоже достаточно поздний прилетает. И, тем не менее, планирует попытаться законтролить здесь руну. Ну, по итогу на Никса все это дело оставил. Сам пошел смотреть сверху, но мне повезло. Никс походится на жизнь, эту руну забрал. Да, так и есть. Ну, Топсон здесь быстренько спустил лайн. Подшумок. На себе, говорит, что за вражеской баунти руной. Вполне себе расрулил, но старт не самый уверенный из. Именно начинал он неплохо. Но линия против Тини она редко бывает сложной. А потом резко у Тини оказалось слишком много урона. Ну, такой достаточно пассивный мид, мне кажется, получился. То есть, никто друг друга не убивал достаточно все так. Мирненько было. Честно говоря, думаю, такой будет экшончик. Не знаю, под ракетку. Может, обсендук, думаю, будет что-то придумывать. Однако нет. Просто культурно пофармили крипов оба. У них крипстат одинаковый почти. Такое редко, на самом деле, увидишь, особенно в реплеях Топсона. Он, наоборот, любит попробовать что-то подраться, что-то попридумывать. Вот. Ну, ладно. Тут, в принципе, еще повезло. Он играет за тьму. Есть куча спотов за тьму, которые сейчас можно благополучно фармить на гирокоптере. То есть, там вот эти вот три кемпа, получается, в лесу. Нет, даже все четыре кемпа можно по два одновременно фармить свой кэноном. Реально все четыре вот. Достаточно приятно за тьму вот так вот попадаться. Тебя послушает так тьма эмба. На самом деле, мне кажется, что вот эти фишки тьме дают именно потому, что за рейдинг как-то привычнее игрокам играть. Вне зависимости от ранга, вроде, общий винрейт света выше. Тьма тьмы. И возможности монсить на сейфлейне больше. И малый лес удобнее. Я ванпост рядом с располагается. Ну, а ванпост может истерно, конечно, работать. Честно, мне, наверное, мне, наверное, вообще во все времена было всегда приятнее за тьму играть, потому что он блин, такие кайфовые кемпы, это вообще жесть. У меня реально какой-то черт в душе скрывается, скрыт. Ну да, мне тоже кажется, что больше людей любят именно за свет бахать. Ну, даже, наверное, привычную камеру снизу вверх передвигать, да? А там, получается, сверху, сверху вниз, не знаю. кому как. Вот напишите в комментариях, даже интересно. Мне кажется, все-таки равен за свет. Такие люди будут. А тебе мешают. Так понимаю, то, что воин света. Мне вообще без разницы. Мне комфортно играть, когда никто не орет. Вот, что мне реально нравится, когда никто не орет. Все, что мне нужно от игры. Ну, это уже не в ту игру ты попал, к сожалению. Ничего уже, мне кажется, не поделаешь. А некоторые люди заходят в доту поорать, по ощущениям. Блин, я до сих пор не верю своим глазам. Мы просто смотрим игру, в которой нету файтов. На реплейт топсине, у которого замакшена ракетка. Я тут нахвалил то, что он играет за тьму и тут куча кемпов, которые можно одновременно фармить. Этот парень просто ракетку замакшил, позвал Анну в мидь, сейчас нажал замакшенную ракетку в тени и лукополучно разошелся. Ну, там еще телепорт Марс нажал, в принципе, это устраивает, он на топсе ничего не потерял, потому что был под ригенкой. Тепа вот то Марс не сделает под рапчером, потому что он только что с телепорта сюда пришел, нужно будет каменным ебать немного поцарапать. Имбакамба. Тут только ты говорил о том, что файтов нет. Вот это уже, это уже больше на топсона похоже, действительно. Просто замакшенную ракетку, мне кажется, мы поздно увидели. Я думаю, что он оформить будет, не знаю, молнии здесь не будет. А, не катапульты ждали. Катапульты вышли, сразу же началась движуха с обеих стран. Куда им без катапульта торопиться, ли штаков нет, прионов нет. ДП-шек тоже никаких. Таким, данный герокоптере хочется просто нажимать муфт, на самом-то деле. герой в миг улетает. Он здесь с драгонлендсом с товаром будет очень шире. насколько же великолепная печенька. Шаль, топсон не стал до конца здесь драться. не подканется же не только царапайте. Зато вот котлом очень больно. Какая же красотища. Неплохо. вот герой чувствуется. Все равно страшно так вот четырех героев убить. Ой, сейчас еще и марса завалят. Не, хорошо по итогу разрулили. По десятую минуту просто решили товар запушить. По итогу еще решили за компанию четырех героев завалить. Ну, антреих. Выживает еще на ныре хп. Капелька в этом файде вообще отлично сработало совершить это слово ставить продажей. Не, не, все кинсом деле отчетом. Много чего сказать видимо хочу. Там медузов единственными нашли еще раз перебью регенка который он реализовал хаста идеальная под этот файт. И сверху регенка когда у него 0 хп это что такое нас вчера в видосе на Bristol back парень один на скидле находил регенки каждый раз на лоу хп и тут такая же ситуация продажей ну да ты думал как как иначе 2нта выигрывается ведь доля удача тоже важно вот это интересно что его лес оказался не таким уж и безопасным понимаю в самоках противники были напали прям очень уверенно я вообще не ожидал что он не сможет тут нормально пофармить пофармить нельзя дополнительный дополнительный героев терять вот это кстати устраивает на дистанции размен гиро на тине равноценный размен т1 вышки на топе на т1 на боте и на миде команды 11 очень здорово хотя вот керри сикера терять вообще не хочется насекер герой тоже такой иногда на столика великолепно влетает на хату а иногда такой кусок мяса стоишь позади ничего не моешь ты идешь впереди тебя убивают он казалось бы даже без тени игра такая резко экшеновая стала просто на 10 минуте вообще они из файтов не вылезают ну и противники на самом деле хорошо себя показывают не зажимаются принимают файты постоянные медуз кофармят все это время и делают стаки честно мне даже кажется у противника все выглядит намного перспективнее просто потому что вот эта медуза очень много имеет и никто не трогает тут опять топсон имеет на скиле хосту вот правда его очень сильно катят даже с хостой с телепорта просто улетают и по т2 не может себе позволить идти из-за того что можно очень легко под кучей контроля ну вот все равно речь но он явно не хотел да уж непростая игра посмотри сеп какой бился сев зал на ботики первые первым первым это мобиль линзу просто сезар шел это достаточно часто встречается против медуза тоже прикольно наверное все время издалека где-то охотиться до нее сможешь дотянуться драгон это очень интересно выглядит особенно если бы брался талант на силу в 50-ом а по итогу предпочел дэмэдж что мне вот не совсем понятно опять же медовый гира идея злой боевой должен быть тут предпочел дэмэдж и кстати по поводу того что не хотел по т2 идти все-таки попер все же так что я думаю очень хотел ой на этот раз насколько же удачный ультимейт сразу же выгоняет спайта котла разворачивается правда разнил пока что 2 в 2 несмотря на настолько крутой прокаст опять же сикеров айти не было сикер формил медуза пришла ультимейт нажала я пока надо запиарился тут очередная раздакуха с бараш вообще какой-то безумный дэмэдж раз за разом если мне этот бараш они бы все файты наверно проиграли получаса бараш сфере тринкетом дэмэдж огромный тринкет вообще на ебу похож хп дает даже я в патче помню это не дочитал когда его только добавили ты вот мне напомнил дочень напомнил рассказал об этом до сих пор не могу и предмет адекватно воспринимать по моему было сейчас 50 150 по-моему вообще здоровья было 150 по-моему не было 150 было по переборам это ловатка 150 давала полница чем путаю значит ну ладно над прикольно да что здоровье еще сверху дает хотя казалось бы amplification и расхода малина нужно хватать ух ты и никак поставился блин очень важна позиционка на этом вере что там столько контроля умирать вообще не хочется и вот он в принципе хорошую пассионку еще драгонов ему эту позиционку очень сильно спасает то есть реально предмет оказался неплохим у него получалось стоять сзади плюс у него такой гирокоптер получился довольно-таки плотным достава там на десятом он бы еще плотнее стал к тому же однако все равно действительно ему здоровья этого хватает ни с какого приказа тени по идее не улетает вот по поводу десятого еще подогоним 16 урона очень круто смотрится вот он как раз таки с агоним играет поэтому мне кажется логика именно в этом хотя у чего вы тут действительно да это эпилептика мне кажется же nightfall точнее подход берет дамагерские таланты чтобы с ними нафармить и купить себе уже здоровье даже на тех героях на которых ну принято было всегда брать таланты на плотность то есть на войде на некровость мы очень много раз видели как предпочитает дэмдж ну кроме редких игр надо будет проверить до сих пор да он так билдится честно не видел опять находит региона на скелле да и великолепный прокаст печенька такая вкусная она получилась еще батарея еще с помощью лассоя двух героев привез что так задумался шутка просто а не на линзу просто парился линза же реально прикольно и после аганима сразу же в хикбай дифуза контроль моментально которого гирокоптеру очень не хватает ракеты всегда видно слово ракетах надо демис файтов ракетку задумал когда ее безнадежно развили бы такой момент тоже забавно не все от себя перебивать посмотри у кома на какой билд получился на медузе манта плюс просто сэнш и плюс кристалис что-то странно звучит честно говоря есть такое это конечно статус резис неплох но все равно как-то вот он куча всего она покупал и по итогу не определился что ему надо по ощущениям сейчас у него в кейкбай шарт вообще без аганима не знаю честно на шарпусе сам по себе хорош бывает ты видел ведь мы сегодня с игором играли развлекался иногда просто из мертвых тебя воскресает воскрешает тут опсон поставил все еще по-моему телепорт во время того как его убивали нажал случайно блин ну какая же активная игра противники постоянно что-то мутятся топсон постоянно что-то мутят не дают просто спокойную олджи дату поиграть ну ладно не такую спокойную конечно но чувствуется что игра конечно не из простых очень активная не сказать что простая по поводу медузы да шарт конечно крутой я заметил что сейчас часто первым это он прям ну ладно не первым сначала какую-нибудь манту купец и рашат аганим даже на про сцене таким занимаются тот же дохак так делает довольно-таки прикольно выглядит энви ты мне рассказывал что тоже в каждой игре этот аганим рашит возможно даже записать стоит такую медузу что выглядит это прикольно ну вообще когда только началась метод 729 там этих аганимов фастовых не было сейчас как раз начали тестить активно очень супер активно тестить и довольно много игроков самое удивительное что даже на про сцене то есть кто-то вообще может яшу зарашить ну просто взять яшу не грейдя ее в манту и сразу вот это гоним берут прикольно достаточно выглядит сразу медуза такая становится с контролем там еще таланты инвестиции абсолютно всегда сию берет по поводу и без что выжал страны выглядит я я шагаемся абсолютно всегда монтаже сейчас вообще офиген начинается файт после файта вернемся теме это стоило решил здесь за френдлайн с топсон и на итоге погибают в размене на четвертую позицию не смогли его никак вытащить отсюда дефицит даже как будто бы не хватило в этом файте хотя бы больше перед смертью скину чтобы сикер был набатан кстати смотри-ка сикер сейчас набафает и он просто будет фармить древних все вряд ли он что-то мог бы без рапчера в ранджевиках я вот только недавно распробовал как раз перед тем как в больнице улететь это очень крутой инструмент фарма что на луне что на медузе что на дровке даже хочется нажимать для фарма раньше мандистен ранджевиках уже жестом отчаяния выглядел когда очень нужен этот диспел соглашусь но если как он против против медуза такой драфт против которого резис круто смотрится тогда можно задуматься насчет сан фяши тоже на самом деле неплохо но так как это действительно монтаж намного привычнее что реально юап или специально на ржах ну и слушай честно я вообще не могу представить как они это могут выиграть потому что у медуза там уже бабочка почти появилась ну очевидно топсон даже не думает о покупке мкб потому что ну где он эти деньги возьмет ему нужно бкб чтобы как-то в файтах жить как минимум медуза плюс нетворс 16000 сикер тоже про мкб пока что не задумывается тоже достаточно бедный парень вот и собственно я вообще не могу представить как они это выигрывают они хайд за файтом проигрывают вот опять просто подставляются вторим и героя погибает по-моему кулус бабочка на медузе реально конечные выглядят что сикер что гир они не могут с чем кб открыть медуза с бабочкой и с талантом на десятом она абсолютно бессмертная мальталанс на урон взял почерк нет пола опять же из плюсов у медуза самой дамеджи маловато вот это саша лежит мертвым грузом может быть получится перерезать всю тему вот вспомнил что по сути до 20 минуты фармил вообще файтах участия не принимал возможно это талант на урон оказался крутым то что он же ну просто добил крипов 20 минут там 5 на 4 файта были по сути мы это замечали несколько раз в игре с уроном он крипов чуть-чуть побольше убил так тут очередной файт от обставания только к башке однако все равно прутся и суши медуза подставляется это круто еще земля тут катился блин халява там бэк марс нажал убили котла как вообще такое произошло не совсем понимаю ну и сразу на рошана видимо собрались потому что такой шанс выпал медуза 60 секунд в таверне еще сверху двух героев пиков но у них еще есть бабуля с 3-м скилом есть медалька рошан в принципе легкий получится вот это халява уанна кстати обратите внимание даже в киво и шарда нет мне кажется что шар тут не помещается ему просто бабок не хватит на этот шар потому что ему нужно купить это единственная причина пикнуть стикеров соглашусь но конкретно в этой игре просто где деньги взять ему нужно столько итемов купить ну как минимум бкб ладно не так много но после бкб сразу шарт это же дошер до дурак зачем-то это пикнул после шарда что делается в оперании он и собрались в кого-нибудь тени в спирита марса его просто не пробить хотя скорее всего ты прав она обрати внимание он вступил только что фарм топсона до бкб очень часто коры они игнорируют дальше вот такие моменты опять все равно везет дэшку нашел в ботов пока что положил дэмэдж в принципе файти будет плюс еще у него бкб скоро подлетит моментально причем выкидывает титан сливер хочу заметить собрался именно с получими лапками постоянно бегать от таланта на двадцатом на моспит отказался то есть действительно может с лапками просто подвигать ограничиться но тут чувствуется на самом деле дэмэдж бараша в этой игре куча милишников и этим барашем он невероятно много урона вносит мне кажется именно поэтому предпочел талант как раз таки на этот самый бараш плюс на пятнадцатом уровне тоже талант такой более-менее дефолтный по моим наблюдениям именно ультимейт сейчас берут почаще на пятнадцатом по-моему вообще выбирать не принято абсолютно всегда левая бедняга на аня он окаменел просто в последний момент от медузы у которой уже не ман и ничего ну благо айгис было именно у сикера суши медузе бабочка против прокастов особо ты не помогает они кем-то чудесным образом его пробивает полина ты дежавю не чувствуешь мы же этот файт пять минут назад видели медуза в этом же месте умерла вкатился земель умер в той ситуации не погибал топсон и сейчас в тени его засорил чем в тот раз тоже медуза на 70 секунд просто улетел он два раза подряд вот так умер можно за она и посмотреть топсон вот уже на него глазеев забавно выглядит за корешем просто наблюдает видео что она никнейм себе делал многие с этого посмеялись humble god у него никнейм чуть-чуть с этим ником побегал сейчас вроде снова она как же переводится стеснительный бог если не ошибаюсь humble это вроде стесняться 6 так то очень забавное дерьмо ну да не на конже по факту humble goes он такой парень стеснительный такой зажатый немного даже скрытный я бы еще вот такой услуга ну как ну как сказать ну да наверное ну да сейчас и тени в общем стороне постоянно держится по итогу блин ну не хвастается не выпендривается такой че ну да ха богу крутой никнейм если так подумать идеально ему подходит действительно забавно там еще и комментатор что-то стебали моему интервью все папа или у сакс не помню у кого-то интервью брали и спрашивали в игре а ну теперь humble god называете ты парень у которого брали интервью салда не смотри-ка идет в контакт с медузой и опять же вся команда медуза мертва медуза встанье простояла и разменяли таким образом она на четырех героев план до него кстати на похищение маны под шар взят это очень очень мощный талант если шардом играешь в этот раз она будет за корешем наблюдать из-то верно поменялись обрати внимание не в кубая сатаник он ты бабочку вообще не воспринимает а ведь реально он как будто только с баража дамажит вообще по той же медузе до сих пор на 30 минуте огромный дамаж какой-то очень колоссальный с этого баража ну и самое время тебя шарде задуматься ну кстати да возможно возможно стоит задуматься может конечно пожадничать и из второго рошана этот шарт взять вопрос уступят ли ему потому что опять же humble god высока вероятность что захочет шарт на секере тоже офигенно смотрится так на бэтрайдере по идее на он сам этот шар взау на бэтрайдере сейчас по идее шарт выглядит обязательным раньше был ничего поменяли а ну честно помню раньше был талант на двадцатом по моему уровне на 2 феймбрейка второго скила вот этой вот это бочки вот очень крутой талант был ломаный и часто тогда бэтрайдер был в мете и когда он брал просто этот талант игры заканчивались помню ночи к смотрел он тоже говорил что это надо фиксить очень сильно смотрится вот и этот талант просто в шарт перенесли поэтому шар сейчас обязательным стал на бэтрайдера пачки опять поставляется на бусы и сразу же взял бэтрайдер вас он блин какая же крутая дракуа на 5 под дэшки а почему у него всегда руна такие крутые ружья искать да под дэшкой с аганимом как товар рассекается быстро надо бы еще похититься в идеале у него сатаник имеется они то мало ли опять тени вырваться до нашел сатаник просто побыром от хилистом принципе куда он небольшой 20 секунд свыше интересная земель а вкатывается рано в это противники начали нужно было ждать союзников визиаль еще когда дэшка закончится все сприка она собрали сатаник татка дошелся но не дали но суши неплохо отбились даже темой по форме на без медузы просто вчетвером мы удивляемся что вы речь с талантом до сих пор актуален все тут есть целый талант нереально сильный а вот и никакого хрена раз за разом с прокаста героев убивает уже очень много что контроля что урона дает пайси просто 4000 дэмэджи он нанес за драку как какой-нибудь полноценный расформенный корр хотя заметь сейчас все у него друзья в таверне за сны fire вообще отказывается смотреть он ни разу в ее стороны не посмотрел ранее как будто только за друзьями хочет наблюдать а вот сеп как раз таки возродился и наводит на него камеру не находишь забавным это забавный момент вот посмотрел все таки на сны fire но правда недолго не вовремя еще наверно посмотрел блин как бы хорошо не отдать им что второй рошан шардом очень важен ну благо там тайминг выпал максимальный про чеков кстати талантом на двадцать пятом не убивает ли рошан и тери у него есть информация что рошана еще нету на самом деле это талант тоже не часто берут на двадцать пятом и ракетки вывезли что мы бываем что но это топсон топсон делает что ему по кайфу они что память им бк бэшками с медузи разменялись очень интересный для дэйр трейд он опять же просто кастами щиты ведусь сносят и глянь еще как паучьи лапки решают несколько раз просто туда-сюда туда-сюда снизу вверх на этих паучьих лампы за ночью с ботинка уже играю кристалли сел и пиджи немка башку вообще не собирается медузы руками убивать руками всю команду медузу магии он даже без мк башки распадается каким-то образом прикольно еще реализация вот этого талант сейчас было правда там крипов не было но просто показал такую фишечку эти мать нажал а еще все что вы не смотрелись блин там бэбэков нету реально походу все черта я хотел 2 рошана дождаться на шар посмотреть на дайдаус она под фонтан не хочет на она не похожа вот это всем захотел и она помчались реально и просто тоже решил заглянуть ну вот правда транс ломался но он кайфовый грант не смотрим сатистику всем огромное спасибо за просмотр если видео понравилось это обязательно ставьте лайки также не стесняйтесь писать ваши комментарии и разумеется отдельное огромное спасибо тем кто проявляет активность под видео и увидимся